И снова здравствуйте, уважаемые телезрители. Будем сейчас говорить на этом отрезке времени. В принципе, анонсировал я эту тему на прошлой неделе. У нас была в гостях, если помните, переселенка из Луганска, Наталья Гуцала. Мы говорили о проблеме, что ребята, многие переселенцы, они ищут работу над огромным сожалению. По множеству разных причин не могут найти ту работу, ту трудоустройство. Так вот, завтра в нашем городе, это будет четверг, в 10 утра у нас состоится ярмарка в Акансе. Будем говорить об этом. Поэтому, если вам эта тема близка и вы захотите задать участникам нашего эфира вопрос, то, пожалуйста, воспользуйтесь вот этими 30 минутами, позвоните к нам. Телефон вы видите есть на экране, можете позвонить, задавать вопросы. И представляю вам гостей. Анжелика Жукова, это председатель Объединения Творческой Интеллигенции Ассамблеи. Она же руководитель штаба помощи переселенцам Содружества. Была у нас в эфире неоднократно, хорошо ее знаете. Вместе с ней Любовь Трескот, начальник отдела профориентации Одесского областного центра занятости. Правильно, назвал? Трескот. Да, Трескот. Вот, итак, давайте вот об этой ярмарке, каким образом она будет происходить, вот чтобы знать, каким образом, кто может принимать участие, регистрация, нерегистрация, куда прийти и как это будет все происходить. Ну, начнем с того, что ярмарка вакансий будет проходить на генерала Петрова 22В. Это городской центр занятости, называется он Дом труда. И здание, я думаю, известно всем, оно находится возле Малиновской райадминистрации. Ярмарка запланирована, начало ее на 10 часов утра. И приглашаются все желающие, которые хотят узнать о работе, познакомиться напрямую с работодателем, возможно, заполнить резюме сразу на месте и задать свои вопросы работодателю. А вы приглашаете работодателей тоже, да? Конечно. А кто же будет вакансии представлять? Работодатели будут представлять свои вакансии. Помимо того, что у нас существует база данных вакансий по области, можем воспользоваться базой данных вакансий по Украине, но завтра напрямую будет возможность пообщаться с работодателями. У нас завтра приглашены более 30 работодателей, так называемых рынкоутворующих предприемств, то есть больших предприятий и средних предприятий, которые предлагают свои живые вакансии, готовы взять людей официально на работу. Ярмарка ориентирована на людей, которые хотят найти работу. Но приглашаем мы на эту ярмарку и переселенцев, и в общем-то где-то в первую очередь стараемся привлечь их тем, чтобы они к нам приехали. И для этого использовали самые разные возможности. И разместили информацию на разных сайтах, и объявления мы повесили в местах их компактного проживания, то есть для того, чтобы эти люди могли прийти и сами пообщаться близко с работодателем. Ну и Анжелик, наверное, тоже в этой работе задействовала, потому что вы непосредственно с ними работаете, и, наверное, через вас тоже информация прошла. Да, мы вчера провели совместный брифинг с центром занятости, в кризисном медиа-центре, рассказали всем журналистам через средства массовой информации, пытаемся, чтобы эта информация была донесена, чтобы знакомые там, кто... То есть достаточное количество у нас переселенцев находится в Одессе, в Одесском регионе, потому что, в принципе, это ярмарка областная, не только одесские предприятия, но еще и из области, близлежащих городов. Да, у нас будет очень много близлежащих, и Коминтерновский район, и Ильичевский, и Теплодар, и Южненский. То есть приглашены работодатели близлежащих районов для того, чтобы тоже представить свои вакансии и дать возможность людям выбрать для себя что-то. Ну, немножко забегая вперед, наверное, потом будет какая-то работа приведена в плане размещения и всей информации об этих работодателях, о тех вакансиях, какие специальности требуются и так далее. Может быть, для тех людей, которые живут, ну, более далеко, уже у нас в Одесской области она вытянутая достаточно, может, кто-то живет достаточно далеко и просто физически не сможет приехать. Дело в том, что информация о вакансиях, она вообще размещается у нас ежедневно на нашем сайте dcz.gov.ua, и в том числе там информация есть о вакансиях с предоставлением жилья, что, в общем-то, тоже достаточно актуально для людей, которые не имеют жилья. И вы знаете, то есть, если, например, мы там изначально рассматривали, говорили, что это койко-место чаще всего в общежитии, то есть сегодня варианты, когда работодатель, в общем-то, согласен даже взять семью, хотя берет на работу там одного человека, то есть мужа берет на работу, но, тем не менее, предоставляет возможность взять и семью. Ну, это касается каких-то определенных, квалифицированных, наверное, специалистов. Нет, не обязательно. У нас это, в принципе, в сельской местности есть вакансии в сельском хозяйстве, это и врачи из сельской местности, и, в общем-то, в городе у нас это водители трамваев, троллейбусов, а вообще на ярмарке будет предоставлено более 240 вакансий различных, именно работодатели будут сами представлять. Вы упредили мой вопрос, я хотел сказать, чтобы вы перечислили, но я так понимаю, что никакого эфира не хватит перечислять, да, все эти вакансии. Ну, в общем-то, можно вакансии, если перечислить, какие будут направления, то есть, в общем-то, самые-самые различные. Здесь и рабочие будут, и для службовцев, и разнорабочие, то есть разные вакансии. Ну, к примеру, это врачи различных, и семейной медицины, и экономисты, и бухгалтера, это озеленители, то есть у нас зелентрест, очень требуется сейчас, вот город будем приводить в порядок, маляры, водители, газосварщики, редакторы, на телевидении нам нужны люди. Вот у нас товариство телерадиокомпании Личевское телебачение представляет 8 вакансий на телевидении, то есть тоже достаточно интересно. Модельеры, закройщики, то есть, в общем, юристы, то есть очень-очень много вакансий, я думаю, вакансии будут интересны всем желающим, которые хотят трудоустроиться официально. То есть самое главное преимущество, наверное, все-таки службы занятости, что мы представляем вакансии официальные, работодатель берет официально, оформляет человека, отсюда социальный пакет. Ну понятно, и пенсии потом этого здесь. А вот как будет ситуация нашей Натальи, которая была в эфире, вот спасибо вам огромное, она очень интересный такой собеседник, очень приятная, очаровательная такая женщина, дочка у нее такая тоже симпатяка. Вот, даже она комплименты в эфире, телезрители слышала. Да, так вот у Натальи там такая проблема, дело в том, что она вот в чем, чуть ли не в чем стояла, в том приехала, и у нее трудовая осталась там, в Луганске. То есть она не смогла ее востребовать и каким-то образом получить. И я так понимаю, что шансов уже, так сказать, получить у нее сегодня нет. Вот как в такой ситуации. То есть на сегодня существуют там определенные процедуры по прерыванию трудовых отношений, но обратившись в центр занятости, можно получить информацию о вакансиях и, в общем-то, найти для себя работу. То есть самое главное, как говорят, стучите вам от крови. То есть нужно прийти. Вот. Всю информацию человек получит на месте. Ему разъяснят, что ему нужно для этого сделать. Как прекратить трудовые отношения, если не успел прекратить. Возможно, человек может найти, если он работает уже где-то еще, может найти работу по совместительству. То есть, кстати, сегодня законодательством Украины уже приняты изменения по приему на работу по совместительству. Есть подписанный парламентом документ, которым регламентировано, что человек, который работает по совместительству, ему не будут ограничивать время работы по совместительству. Ну, конечно, процедура еще впереди, подписание президентом и так далее. Но, тем не менее, то есть если раньше это было только половина рабочего времени от основной работы, то сейчас это уже не будет ограничиваться. Есть такие возможности. Кроме того, сегодня опять же ждет подписанием президента еще один новый документ, когда работодатель, который берет на работу переселенца, ему за половину срока работы переселенца будет компенсирована половина срока оплаты заработной платы его. То есть, предположим, полгода будет работать у него переселение, за три года будет работодателю компенсирована заработная плата. Ой, извините, за три месяца будет, да, возмещена заработная плата. То есть, ну, здесь, я же говорю, здесь еще ждем нюанса, то есть подписание его президентом. Ну, это очень важный документ, да, он будет инициировать. Очень важный документ. Потому что, вот, Наталья рассказывала, что, а, ну, вы из Луганска, значит, все, мы уже в режиме. Он начинает придумывать, возраст не подходит, там, еще что-то не подходит, и так далее, бывают такие ситуации. А можно переучиться, предположим, вот, у человека обладает той специальностью, которая, ну, не востребована, нету вакансии, и он готов потратить какое-то время, чтобы обладать. Вы представляете, такое возможности? Естественно. Одной из услуг службы занятой, если есть профессиональное обучение. Если профессия человека, которая у него есть, она не пользуется спросом на рынке труда, есть возможность получить новую профессию, которая на сегодня будет актуальна. Ну, на сегодня часть переселенцев воспользовались с такой возможностью, может, и не очень много, то есть, скажем, 60 человек вот сегодня прошли профобучение, и уже 70% из них трудоустроены. И здесь и новую профессию люди получили, есть повышали квалификацию, есть 7 человек, которые прошли повышение квалификации и по предпринимательской деятельности открыли собственный бизнес. Вот, то есть, вот, в общем-то, возможности службы занятости огромны. Кроме того, что, в общем-то, мы предлагаем и будем предлагать завтра постоянные вакансии, есть возможность принять участие во временных работах, общественных работах, временных работах, при том, что человек будет находиться на учете в центре занятости, и если по закону положено получать материальное пособие по безработице, он еще будет получать оплату за участие в этих временных или общественных работах. То есть, и такой вид занятости мы предлагаем. Я вот хотел еще спросить, Анжелика, вот вы каким-то образом организуете вот ваших ребят, ну, ребят-переселенцев, с которыми вы работаете, и благодаря вашим активистам может быть какая-то централизованная доставка туда, или встречаетесь прямо там и будете там? В центре занято, на ярмарку, конечно, все самостоятельно приедут, потому что все же живут, у нас же не только из компактных места проживания, где проживают переселенцы, а те, которые живут по всему городу и в пригородах, поэтому, ну, тут доставки какой-то просто не может быть. Вот, поэтому все оповещены, уже неделю мы всем информируем, у нас висят объявления в штабе, точно так же, вот мы же участвовали во всех эфирах каких только можно было, анонсировали это мероприятие. Семинар, вот, Анжелика была для переселенцев в центре занятости. Я уже поучаствовала в проведении семинара для переселенцев тоже, и также у нас был такой вот бизнес-тренинг для переселенцев тоже по трудоустройству уже, это уже как бы мы инициировали такую, ну, новую форму, потому что мы экспериментируем, мы стараемся найти какие-то формы, да, мы стараемся новые формы какие-то находить для того, чтобы, ну, людям дать больше уверенности. То, что вот вы сказали даже с Натальей, провели с ней работу определенную, опять же, потому что, знаете, вот это, как вам сказать, то, что названа была причина вот отсутствия трудовой книжки, и люди привыкли работать по закону, понимаете, вот нет трудовой книжки, и что-то вот мешает. Нет, ну, по соглашению по временному можно с каким-то образом? Ну, вот, есть нюансы, но есть сейчас уже на законодательном уровне есть способ решения этой проблемы, а люди, ну, не зная чаще и уже боятся обратиться, я же вот там, я же там числюсь, а что будет, а вдруг возвращаться, а вдруг, понимаете, то есть очень много вот этих вот блоков, которые у нас стоят, и, ну, все же хотели уехать домой быстро, поэтому это тоже, ну, играет большую роль в том, что люди не приходят или там пытаются как-то где-то найти временную работу, не официальную, поэтому вот наша цель, это, конечно, людей сориентировать и помочь им, ну, как-то справиться с вот этими трудностями, прежде всего, это психологического характера, мы всегда говорим об этом, потому что в любом случае психологические проблемы, они нам мешают, как в трудоустройстве, так и, в принципе, в жизни, что завтра, что завтра. Такая фраза, что незнание закона не освобождает от ответственности, а тут на самом-то деле из-за незнания закона люди себя сами ведут, ограничивают и ведут себя в тупик. И лишний раз, вот, обращаясь когда к нам, мы же вот, как мы говорим, мы не стараемся дать только рыбу, мы стараемся дать удочку, мы пытаемся понять проблему, вот, точно так же и в центре занятости, вот мы с самого лета сотрудничаем и вот только где-то там через месяц мы, ну, узнали, что мы параллельно идем по одному пути и уже начали наши пути сближать, вот. А есть уже готовая схема, есть уже готовая матрица, в которую можно, так сказать, обратиться и уже вместе работать. Да, 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 и в то же время мы еще делаем совместные консультации, понимаете, вот это у нас было летом осенью, потом, когда вот немножко такой более спокойной была ситуация, затишье было не очень актуально это, а сейчас опять у нас вот те, кто, ну, опять же, какие-то психологические барьеры, вот, не могут переступить порог центра занятости, сотрудник центра занятости приходит прямо к нам в штаб, и вот у нас каждый вторник мы сейчас стараемся, чтобы это была, после, во второй половине дня, консультация с переселенцами. И вакансии приносят, то есть сразу, то есть мы показываем вакансии. Мы их получаем, мы постоянно обновляющиеся, мы получаем по электронной почте, распечатываем, предлагаем тоже. И вот таким образом, ну, у нас вот прошлый вторник был очень продуктивный, было очень много людей, которые знали, и приходили в течение дня по разным вопросам. То есть действительно, некоторые люди просто находятся в таком психологическом состоянии, что их надо буквально взять за ручку и привезти. Да, каждая ситуация нестандартная, у каждого она своя, и мы рассматриваем индивидуально каждую ситуацию. То есть у одного одно, другого другое, но стараемся как бы совместными усилиями. Кроме того, у нас существует... У нас вообще, извините, у нас за 70 лет советской власти, у нас как бы выживали вот эту вот систему обращения в инстанцию, что называется, да. То есть было неверие. Ну, вот к чиновникам не надо обращаться, мы как-то сами справимся. Но сегодня же смысл вашей работы, он совершенно носит иной характер. То есть более раскрытые, более обращенные к людям, к их проблемам. Мы сегодня на железнодорожном вокзале, у нас с лета там же существует координационный центр по предоставлению услуг переселенцев. Наши специалисты там дежурят вот с начала лета. Это вместе с МЧСниками, да? Вместе с МЧСниками с 8 до 5 вечера, то есть ежедневно, с субботу, воскресенье, мы там дежурим, предоставляем тоже наши услуги и приносим вакансии. Иногда люди, которые вот узнают информацию там о вакансиях, иногда есть возможность выйти сразу напрямую к работодателю. Работодатель иногда даже подъезжает туда на вокзал и забирает человека сразу. То есть минуя центр занятости, но воспользовавшись нашими услугами, человек все-таки трудоустраивается. У нас сегодня есть такая информация, что более 300 человек, они трудоустроились самостоятельно, но они-то получили на вокзале нашу информацию. И нельзя сказать, что мы им не помогли, где-то все равно мы им помогли, мы дали им эту информацию. Мы даем информацию про центры занятости, она находится во всех местах компактного проживания. В управлениях социальной защиты населения находятся тоже наши специалисты, которые по месту стараются выяснить, а почему к нам не обратилась часть людей, которая изначально заявила, например, желание найти работу, но почему-то не дошли до нас. То есть мы работаем с этими людьми, с каждым. Или выходим по телефону на них, обращаемся, ребята, приходите, мы готовы вам помочь, мы открыты для вас. Приходите, мы поможем официально найти работу. Кстати, по поводу завтрашней ярмарки вакансий, вот, например, у нас в Нерубайском, в поселке Нати проживают переселенцы, и с председателем сельсовета, в общем, в течение недели несколько раз созванивалась, он повесил объявление тоже для этих людей, чтобы они знали, что есть завтра ярмарка вакансий. И сегодня мне перезвонил, вы знаете, говорит, три человека из тех восьми, которые работают неофициально, готовы завтра к вам приехать, они хотят получить официальную работу. Мы связались с райадминистрацией Суворовского, в Суворовском районе, и они помогут нам завтра привезти, дают транспорт, чтобы доставить переселенцев к нам с Куяльника в городской центр занятости, чтобы они тоже познакомились с вакансиями. То же самое в Коминтерновском районе при помощи и общественной. Я казалась, что Куяльник практически в черте города находится, а с него добираться, там дорого. Там добираться транспортная доступность, сегодняшние цены, ну и там, в общем-то, инвалиды в большинстве своем проживают. С Коминтерновского района, то есть с помощью и общественных организаций, и райадминистраций, мы очень плотно работаем с государственными и негосударственными структурами, чтобы помочь. То есть работа делается, работа огромная делается, и судьба каждого человека нам не безразлична. А как завтра будет проходить, по-моему, чисто технически? Потому что, ну, я не знаю, вот я бы, например, узнал о том, что будет такая ярмарка в вакансии, вот есть люди, которые, так сказать, ну, они скромные, они вот такие вот стеснительные, они подумают, а ну, ярмарка, значит, навязывает много народу, что как на базаре толкаться локтями, я, наверное, не пойду, потому что меня там затопчут, затекают. Ну, скажем, смотрите, у нас огромный зал на первом этаже в Доме труда в городском центре занятости, огромный зал, то есть будут предоставлены места работодателям, и человек вот как по кругу, да, то есть он пойдет и может с каждым работодателем познакомиться близко, то есть возле этого стола этот работодатель в свои вакансии, следующий, то есть как экскурсия, да, то есть нужно пройти экскурсии, чтобы посмотреть эти вакансии, чтобы познакомиться поближе с работодателем, то есть есть работодатели, мы готовы пригласить еще тех, кто не пришел к нам, и хочет, может быть. Можно себе директора там подобрать, да, в общем, понравится, не понравится. Вот, то есть мы готовы и приглашаем работодателей, которые хотят предоставить завтра свои вакансии, к нам на ярмарку вакансии. Мы приглашаем всех желающих, которые хотят познакомиться с работой и напрямую пообщаться с работодателем завтра в 10 часов начала. Это не значит, что оно раз-два и закончилось. То есть оно будет продолжаться несколько часов, потому что работодатели и люди, которые ищут работу, они будут подходить. То есть на самом деле технически тут принять участие в этой ярмарке как одной стороне, так и другой нет. Понятное дело, что у нас сегодня прямой эфир, среда вечера, завтра, четверг в 10 утра вот эта ярмарка уже начинается. То есть как-то созвониться, уточнить какие-то детали невозможно, поэтому можно просто явочным порядком прийти на генерала Петрова 22В. Да, рядышком с Мальновской администрацией будет проходить там эта ярмарка. Потому что как работодатели, так и те, кто ищет работу, вы можете вполне туда прибыть, даже может быть и задавать там на месте свои вопросы. Конечно. Кроме всего прочего, там будут и общественные организации, фонды, которые работают с перистиллианцами. Мы тоже там будем. И я хочу сказать, поблагодарить. Дело в том, что часто очень люди приходят к нам из центра занятости. То есть вот кто-то от нас идет туда, а очень много людей именно, которые приходят туда и где-то, видимо, касаются каких-то проблем, уже сотрудники центра занятости перенаправляют к нам. Мы пользуемся помощью психологов, которые работают в общественных и волонтерских организациях, для того, чтобы они помогали работать. Это вообще очень важная вещь. Вообще вот эта работа, работа психологов, работа общественных организаций очень важна, потому что человек выпадает из социума. Здесь у него ни знакомых, ни близких, ни друзей, ни родственников, предположим, никого. И человек себя ощущает как вот просто вот он в каком-то чужом, чуждом ему мире. А создать ему, извините, как мы это говорим, создать ему тусовку свою, обрасти их друзьями, приятелями, близкими людьми, с которыми можно просто поболтать, обсудить новости, вместе сходить в театр, в кино, предположим, и каким-то образом расследить. 25 общественных организаций волонтерских, с которыми мы начали сотрудничество в плане предоставления совместных услуг. Завтра 11 из них будут принимать участие в нашей ярмарке вакансий. И возможно получить все услуги. И услуги психологического характера, потому что будут психологи. И возможно пройти тестирование для того, чтобы выявить свои склонности к определенным видам деятельности. Информацию о вакансиях непосредственно можно сразу же будет для себя полностью открыть. И узнать, чего требует работодатель. Узнать, какие требования он предоставляет. Узнать, что он хочет, какие требования он предоставляет. То есть все на месте можно обсудить. У нас будут 4 субъекта господаревания, которые надают послуги с посредством спортсовлаштования Украине. То есть тоже приглашены. У нас подписаны с ними договора о сотрудничестве. Разработаны планы совместных действий. То есть у нас тоже с Анжеликой, с их организацией, подписан план совместных действий. То есть мы обмениваемся определенной информацией. То есть мы организуем эти совместные мероприятия. Совместные мероприятия, что очень важно для поддержки и усиления вообще помощи. То есть можно искать работу не только на территории Одессы, Одесской области? Нет, конечно, по всей области. На сегодня у нас 25 общественных организаций и волонтерских, которыми мы начали сотрудничество. И подписаны с ними планы совместных действий. То есть стараемся, естественно, при помощи государственных, негосударственных структур. То есть может идти речь о том, что если люди, предположим, временные переселенцы живут где-то в Одессе, они хотят и готовы куда-то переехать, работать в сельской местности, предположим, если у них такая специальность, то есть такая возможность по переезду и нахождению такой работы? Конечно. Помимо всего прочего, в центре занятости, помимо того, что будут предоставлены вот эти вот вакансии, которые я вам называла, то есть более 240 вакансий, еще возможно познакомиться с базой данных вакансий по Одессе, это более 1100 вакансий. По Одесской области это более 2500 вакансий. И с вакансиями по Украине, возможно, то есть если человек захочет узнать, может быть, в другом каком-то регионе, то есть у нас база данных позволяет видеть все вакансии по Украине. Поэтому нужно уже потом конкретно будет подойти к специалисту, чтобы узнать, например, вот какие-то другие вакансии, кроме тех, что будут представлены в открытом доступе. В непосредственном общении с работодателем. Ну, если кто-то подключился к нашему эфиру не так давно и еще не вошел, так сказать, в тему разговора, и не до конца понимает, о чем идет речь, еще раз говорим. Завтра, это четверг у нас будет, 12-е число, в 10 часов утра на генерала Петрова 22В состоится ярмарка вакансий, которая проводит совместно областной цитр занятости вместе с общественными организациями, которые будут там же представлены. И работодателями. И речь идет, да, мы так больше переселенцам обращаем, так сказать, внимание, как-то на них делаем упор. Но на самом-то деле это относится не только к ним. Если кто-то ищет работу, вот, и вы можете напрямую познакомиться, поговорить, собственно, с тем работодателем, который вам предлагает работу. Потому что у нас, в нашей ментальности, вы вспомните еще, от Советского Союза принято так, если где-то ищешь хорошую работу, то хорошее место устроиться на работу, значит, надо каким-то образом выйти на руководство, там, какую-то посолить взятку, какой-то магрыч и так далее. А тут все открыто, все прозрачно. Все открыто, прозрачно, доступно. Анжелик, я еще хотел спросить давненько, вы у нас не были в эфире, вот как поживает ваша ассамблея, как поживает ваш штаб помощи предселенцам Содружества, есть какие-то новые идеи, есть, наверное, какие-то у вас новости определенные, да? Потому что вы говорили о службе психологов, которую вы хотите развивать, увеличивать. Она у нас, да, она у нас идет очень давно, это работает, и приходят каждый день к нам психологи, дежурят у нас, и как первичная помощь, так и на постоянной основе, то есть могут люди записываться уже на дальнейшие консультации и пользуются, ну, как это принято у нас на Западе, когда люди нормально просто обращаются и общаются с психологами. И это очень важный момент. Вот то, что психологи, то, что центр занятости у нас приходит, то, что у нас вот эти вот тренинги мы планируем продолжить, этот эксперимент наш. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы мы больше уделяли внимание общению наших переселенцев, активистов с городскими и областными службами и органами власти. И мы таким образом задумали провести форум переселенцев. Вот, то есть мы сейчас уже работаем над вопросами, над предложениями, желающим людям, которые хотят какую-то свои там претензии или проблемы высказать, мы их оформляем, чтобы они записывали эти вопросы, свои контакты, и уже будем собирать этот форум для того, чтобы, ну, то есть, в принципе, все пока предварительно дали добро. Поэтому вот это наше, как бы, такое перспективное мероприятие, которое, надеемся, мы осуществим. Ну и также культурные мероприятия тоже никуда не деваются. Нас приглашают и в театры, приглашают на мероприятия. Сейчас вот для детей в пятницу нам тоже предоставили такую вот детскую игру на территории киностудии. У нас первая группа пойдет. То есть, ну, вот жизнь кипит. И детки вот у нас в санатории «Зеленая горка», младшие и старшие, то есть нам такую тоже предоставили возможность для переселенцев именно. И мы там уже, не знаю, порядка 20 человек отправили. Сейчас вот как бы еще люди узнают, обращаются, мы следующих уже готовим. Ну вот мы так живем. Дети-то заезжают для оздоровления, да? Да, да, то есть есть возможность детей от трех, по-моему, до девяти лет, младшая группа, и от девяти до четырнадцати лет отправлять на оздоровление в санаторий «Зеленая горка». Это в Одессе, это никуда не нужно, далеко. Если там полный пансион, там профилактическое лечение, оздоровление и школа в том числе. У нас буквально минутки две остаются до окончания эфира. Давайте будем так подытаживать. Любовь Сергеевна, хотела вас спросить вот о чем. Понятное дело, что вот эта ярмарка вакансии, которая будет в четверг, еще раз напомню, в 10 часов, да? Ну это, можно сказать, разовое мероприятие, оно, может быть, будет, так сказать, и проводиться еще не однократно. Но на самом деле, вот помимо вот этих ярмарок больших, у вас существует ежедневная работа, да? То есть вы каждый день накапливаете базу данных, каким-то образом обращаете. Естественно. Люди к вам обращаются как? Приходят непосредственно там или по электронке как-то звонят? Нет, конечно, у нас непосредственный прием. Люди приходят в центры занятости, те, кто в поиске работы обращаются. Вот, или за консультацией. Бывает иногда человек разово обратился за консультацией и подошел воспользоваться. У нас есть так называемое устройство тачскрины, в котором свободно можно подойти и самому распечатать для себя информацию о вакансии. То есть специалист помогает, находит, ты хочешь, например, бухгалтером, да, подошел, набираешь бухгалтер, зарплату выставляешь, то есть какие-то критерии, где ищешь работу, то есть можно самостоятельно. То есть даже для этого не нужна регистрация никакая, то есть человек просто может самостоятельно этим воспользоваться. Наша работа, ярмарка вакансии, это областная, это большая ярмарка вакансии. Но на самом деле у нас в этом году прошло только для переселенцев 14 ярмарок вакансий. То есть они проводятся всеми центрами занятых, и каждый изыскивает средства для того, чтобы организовать или маленькую ярмарку вакансий. Вот один работодатель ищет, предположим, ему нужно 10 человек, да, и он подходит, вот, в общем, в этот день мини-ярмарка вакансий. Есть ярмарки вакансий, когда несколько работодателей. Поэтому эта работа проводится постоянно, а крупное вот такое, да, масштабное сейчас мероприятие, то есть мы решили собрать вот близлежащие районы для того, чтобы, возможно, вы же знаете, как бы Коминтерновский, Южненский, Ильичевский, они все ближе к городу и едут они, в общем-то, в город на работу, несмотря на всю эту транспортную доступность и все, потому что в городе больше работы. Но в сельских районах тоже проводятся ярмарки вакансий, различные семинары мы проводим. И у нас только тематики семинаров около 60 наименований, самых-самых разных, которые помогают, например, и составить резюме. И мы учим, как общаться с работодателем для того, чтобы понравиться ему. То есть, конечно, мы должны... Ну, кстати, тоже очень важная вещь, потому что... Это очень важное. ...написать резюме, да, сегодня все начинается с резюме, и я помню... И как себя представить работодателю. Там знакомый, у меня там один спрашивал, говорит, слушай, а как пишется резюме? Мы сидели с ним, ломали голову, я даже не знал, что вы такую услугу предоставляете. Конечно, и даже научить правильно общаться по телефону с работодателем. То есть, у нас есть такие семинары, на которых мы обучаем этому, и, в общем-то, практически отрабатываем. То есть, вот играем, скажем, со взрослыми в игры, как правильно, какие вопросы задать работодателю, для того, чтобы, в общем-то, он оценил тебя по достоинству. Какие свои лучшие качества описать, для того, чтобы в этом резюме все выглядело достойно, и чтобы это было правдой, врать нельзя, потому что работодатель тебя распустит, в общем-то, сразу. Я прошу меня извинить, у нас время эфира, к огромному сожалению, подошло к концу. Желаю вам на завтра успешной работы, желаю вам побольше осчастливить людей, чтобы они нашли все-таки эту работу, и в особенности вашим переселенцам, вот, которые с Анжеликой работают. Напоминаю, что у нас в гостях были Анжелика Жукова, руководитель штаба помощи переселенцев Содружества. Кстати, этот штаб находится на Большой-Арнеутской, 18, если не изменяет память. И Любовь Сергеевна Троскот, начальник отдела профориентации Детского областного центра занятости. Спасибо. Пусть ваша ярмака завтра будет плодотворной. Дай Бог. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»